представьте что вам не нужно работать для того чтобы выжить все необходимое для жизни вам дает общество совершенно безвозмездно основную работу делают роботы идея безусловного основного дохода разработана еще 18 веке только в наше время набирает настоящую популярность за нее выступает огромные массы молодых людей которые считают что 4 промышленная революция не за горами а если машины будут производить все необходимые блага почему бы их не раздавать просто так в год многие сторонники жака фреско видят метод перехода от капитализма к проекту венера меня зовут ликей и не секрет что я сторонник разных концепций мира без денег например проект венера и сегодня я поведаю вам о этаком шаге на пути к такому вот миру без денег а именно о безусловном основном доходе даже некоторые левые считают что социализм а затем и коммунизм может быть построен путем постепенного внедрения бот настоящее время проведен ряд успешных экспериментов в индии намибии в африке сша и других странах расчеты скептиков не оправдались люди получающие бот не только не ударились наркоманию но их деловая активность только возросла по крайней мере так гласят ролики и статьи на специализированных ресурсах по боду а как все происходит на самом деле сегодня мы об этом и поговорим и так во первых стоит разочаровать коммунистов основной смысл бот полностью противоречит идеалу коммунистического общества от каждого по способностям каждому по потребностям коммунистическая экономика предполагает гибкое распределение материальных благ исходя из потребностей тебе нужна социальная помощь как инвалиду тебе ее дают мне не нужна мне не дают или к примеру человеку для работы необходим личный автомобиль и ему общество дает этот автомобиль а мне личное авто не нужно и на меня не тратятся соответствующие ресурсы система бод же наоборот лишена всякой гибкости пособия платятся всем без исключения и всем одинакового размера вне зависимости от реальных потребностей таким образом кому-то бода будет существенно не хватать для комфортной жизни а тому кто работает он будет попросту не нужен выходит что коммунистическое общество описанное марксом и энгельсом представляет из себя очень гибкую систему а бот напротив представляет из себя тотальную уравниловку вот это поворот часто можно услышать что во всем цивилизованном мире якобы бот это уже повседневная реальность что везде проводят эксперименты и вот-вот его уже введут это разумеется совсем не так никто бот не ввел и вводить пока что не собирается а все эксперименты можно назвать таковыми с большой натяжкой для примера приведу вам два эксперимента финляндии и в голландии финляндии такой эксперимент заключался в том что по жребию выбрали 2000 безработных которые и так до этого получали пособие и часть этого пособия стали выплачивать в виде безусловного дохода смысл в том что если человек находил работу его пособия не урезали и не убирали как происходит с пособием по безработице эксперимент должен был доказать что человек более замотивирован на поиск работы на бот чем на пособие по безработице хотя размер выплат и там и там был одинаковый эксперимент стартовал 2017 году и был рассчитан сроком на два года в апреле 2018 года правительство финляндии решила не продлевать двухлетний эксперимент по введению безусловного базового дохода сообщили bbc the guardian и бизнес инсайдер правительство даже не стало продлевать программу двух тысячам безработных финнов а расширение зоны эксперимента а включение в него миллионов людей в том числе и работающих граждан и речи быть не может это все мечты откуда берутся сплетни что бот якобы шагает по европе лично для меня вообще не понятно молодые люди работали меньше но лишь только потому что они все цело и качественно посвящали себя высшему образованию вот откуда он брал информацию хоть бы какие-то источники под видео оставил какое не волновались и не спеша искали себе работу или не спеша занимались своим образованием без необходимости зарабатывать себе деньги на пропитание безусловный доход который выплачивался безработным финном был равен 560 евро в будущем его планировали поднять до 800 евро но это все равно ни о чем потому что зарплата самых низкооплачиваемых работников финляндии 2100 евро а средняя зарплата за 2017 год составила 3340 евро даже максимальные 800 евро которые планировали выдавать на финальной части эксперимента не позволяют финских условиях поддерживать уровень жизни на приемлемом уровне работать постоянно придется но финнов переплюнули голландцы их правительство в четырех муниципалитетах решила в рамках внедрения бот выплачивать своим гражданам h 200 евро 200 карл не полторы тысячи не 800 200 учитывая уровень цен в голландии как должна кардинально поменяться жизнь участников эксперимента если на это пособие они смогут себе позволить ну разве что раз в неделю лишнюю жвачку пакет молока и булку хлеба активистам бот надо было просить от государства давать больше или просить это государство не называть это пособие бодом сумма 300 это не серьезно и возмущает что такую ерунду называют безусловным основным доходом по всей видимости не только одного меня в принципе эксперимент не имеет ничего общего с базовым доходом сказал александр дэро президент бот сообщества в нидерландах кстати ссылки на источники есть внизу под видео только некоторые источники на немецком языке но я думаю вы справитесь как говорится google переводчик в помощь с января 2008 по декабрь 2009 жители двух поселений в намибии в африке получали 100 намибийских долларов в месяц заключение отмечается уменьшение бедности повышение экономической активности уменьшение уровня преступности увеличение уровня посещаемости в школах и сразу же напрашивается спасибо кэп по моему это очевидно что если раньше людям не давали деньги а потом стали их выдавать то у них и самочувствие повысится и уровень преступности понизится это одно и то же что давать голодающему в плане эксперимента еду и потом при регулярном кормлении констатировать факт что оказывается масса тела повышается но самое интересное что выплаты производила благотворительная организация и когда деньги кончились она обратилась за помощь правительству они пришли такие и сказали ну вот смотрите бот работает дайте нам много денег и мы запустим его по всей стране а им сказали нет представляете так и сказали оказывается правящий класс капиталистов не хочет выдавать деньги просто так вот это новость для меня вообще удивительно что в то время когда по всему миру у трудящихся забирают последние социальные гарантии в то время когда отбирают даже то что они заработали кто-то верит что олигархи будут им раздавать деньги которые они не заработали за просто так просто потому что они люди хотя бот вести на самом деле могут но правда это будет не тем на что надеяться его сторонники в общем не работать и играть целыми днями в компьютерные игры не получится ведь при введении бот полностью отменяются все льготы и пособия то есть полный переход страны на бот полностью ликвидирует государственное образование медицину и другие социальные институты то есть вам дают бот не поверх минимального социального пакета а вместо него таким образом бот позволит государству полностью устраниться из здравоохранения образования культуры спорта наступит полная коммерциализация всех социальных сфер кому-то может быть и понравится получать деньги вместо получения напрямую услуг у государства но стоит вам скажем серьезно заболеть как вы сразу поймете что расплатиться с частными докторами по рыночным ценам для вас просто непосильная задача или у вас двое детей одного вам нужно отдать в частный детский сад а второго в частную школу ведь государственной школы то закрыли никакого бода вам на это не хватит потому что бот в лучшем случае обеспечивает минимальный прожиточный уровень можно сказать что в россии бот уже введен монетизация льгот пенсионерам бесплатный проезд в общественном транспорте заменили денежными выплатами в результате сложные взаиморасчеты с муниципальным перевозчиком теперь вести не надо бабушки не смогут теперь кататься по 10 раз на дню то на дачу то на больницу в общем сплошная выгода для государства потому как 300 рублей в месяц которые предложили хабаровским пенсионерам вместо льготного проезда явно меньше тех льгот которые они получали раньше а как ты хотел если ты ничего не делаешь то в твою пользу ничего изменяться не будет поэтому хорошо думайте прежде чем поддержать какую-нибудь бот инициативу от нашего правительства подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok